Депутаты рассмотрели вопрос о кадровых изменениях в администрации. Так, на должность начальника управления архитектурой и градостроительства согласована кандидатура Светланы Добродомовой. Стаж ее работы в этой сфере 21 год. На пост руководителя управления экономики и инвестиций согласована кандидатура Натальи Богдановой. Ее стаж работы на муниципальные и государственные службы свыше 20 лет. Депутаты согласились и с предложением администрации назначить начальником контрактной службы Светлану Крутько. Дискуссия возникла при рассмотрении вопроса об увеличении безалкогольной зоны вблизи спортивных и социальных объектов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это инициатива губернатора. Глава Анапы поручил своему заместителю Эдуарду Балмышеву представить депутатам разъяснение, как будет рассчитываться это расстояние. Депутаты, в свою очередь, предложили актуализировать решение Совета 2014 года о расстояниях до границ территории, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Вчера было высказано пожелание депутатам муниципального образования, правового комитета в частности, о том, чтобы вернуться к рассмотрению этого решения, потому что данное решение мы принимали в 2014 году. И на наш взгляд, есть необходимость еще раз посмотреть расстояние до торговых точек от учреждений образования, от спортивных объектов и так далее. Поэтому, Ильин Иванович, мы, я думаю, вы поддержите, Александр Иванович, вернемся к рассмотрению этого вопроса. На повестке дня было 14 вопросов. Все решения Совета депутатов будут опубликованы и размещены на официальном сайте администрации.